Владимир Журиновский призвал не допускать фейков о вреде вакцины. Я сделал три раза прививку, спутник, три раза. И два же сделал уже кови-вак. Пожалуйста, все нормальные, хорошие. Как только у вас уменьшаются антитела, нужно идти делать повторные прививки. Вот он, специалист по медицине. Сделал себе пять уколов вакцины, три раза спутника. И один раз, то есть два раза кови-вак. Слушайте, в новости российской политики комментировать все сложнее. Я теряюсь в догадках, это что, деменция? Или он что-то другое хотел сказать? Или ему каждый раз колет что-то другое? Вот канал Мышеловка предполагает, что он перепутал вакцину с галлоперидолом, известным. Нейролептиком, который таким серьезным успокаивающим эффектом должен обладать. Друзья, вакцинация — наше все, говорит власть. Реклама идет из всех щелей. Самая беззастенчивая, неприкрытая, наглая. Что делает Жириновский? Вот такими заявлениями, что он пытается добиться? Понятно, что он не хотел это все высмеять и показать себя клоуном лишний раз. Не-не-не, он был уверен, что после его слов все подумают, ну это точно безвредно, точно безопасно. Не тут-то было. Низыгарь сообщает. Дельта идет в регионы. В ближайшие недели регионам Урала и Сибири придется определить новые ограничительные меры, чтобы избежать прорыва заболеваемости. По оценкам аналитиков, третья волна уже добралась до Пензенской, Омской, Воронежской, Свердловской областей. Сейчас растут показатели заражений в Пермском крае, Самарской, Ростовской, Челябинской, Оренбургской областях. На фоне снижения заболеваемости в Москве и области, общероссийские темпы прироста остаются на рубеже 23-25 тысяч заболевших в сутки. По оценкам специалистов, третья волна только начинает подъем в регионах. Сразу возникает вопрос, а почему это так происходит у нас странно? Во всей стране наблюдается рост заболеваемости, причем не только в курортных регионах, что было бы объяснимо, да? Из Москвы народ уехал туда, там все перезаражались, все понятно. Но в Москве, в отличие от всей остальной страны, в отличие от других городов-миллионников, заболеваемость падает. У меня есть маленькое подозрение, маленькое такое предположение, знаете, эмоциональная фантазия. А может быть, нам кто-то врет про всю эту ситуацию? Может быть, в Москве, где наиболее объемное протестное настроение? Может быть, власти просто боятся закручивать гайки? А в остальных городах, где протестное настроение не так ярко выражено, людей начинают, продолжают ломать через колено? Ожидается, что в ближайшие 2-3 недели заболеваемость полностью накроет регионы и достигнет своего пика аккурат к выборам в начале-середине сентября. Аналитики связывают текущее усугубление ситуации с окончанием летних отпусков. Но вообще-то август — это самый пик отпусков. Они вот как бы отпуска еще далеко не кончились. Основными очагами регионального распространения третьей волны выступили туристические зоны Краснодарский край, Москва и Крым. Так все-таки Москва — это очаг распространения третьей волны? Вы ж только что сказали, что статистика по Москве падает. Ох, завравшиеся, ребятки! Уже не остановиться. Где ситуация уже начала стабилизироваться по суточным заражениям. Однако все еще идет на рекордных понедельных показателях за все время пандемии. По оценкам аналитиков, Дельта-Штам прошел стадию миграции в курортные зоны и теперь пойдет дальше. По прогнозам, этот процесс пройдет в ближайшие 7-12 дней, по итогам которых неизбежен рост заболеваемости в родных регионах внутренних туристов. Ситуация с коечным фондом в регионах уже приближается к критическим значениям. Более чем на 85% заполнены госпиталя в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Красноярском крае, Крыму, Забайкалье. За исключением Москвы и Санкт-Петербурга на данный момент не осталось субъектов с коечным резервом больше 25%, что для регионов представляет собой лишь небольшой зазор в 300-500 свободных мест. Однако даже этот небольшой зазор в действительности может оказаться еще меньше. Подождите-ка, мне приходит информация из регионов о том, что семьи, людей, у которых подтвержден ковид, не отправляются на самоизоляцию, им не дается больничный. По словам врачей, которые позволяют этим людям разгуливать по паркам, улицам, магазинам, идти на работу, это делается специально. Таким образом, эти люди, являясь бессимптомными носителями, помогут сформировать у населения коллективный иммунитет, фактически переводя на русский язык. Я вам показывал эти данные, я жду официального какого-то подтверждения или опровержения этих слов, но тем не менее, речь идет о том, что власть надеется, что люди будут потихонечку заражать друг друга, переболевать в легкой форме и все. Но среди тысяч человек, кто переболеет в легкой форме, ну так или иначе, найдутся люди, у которых возникнут осложнения, которые пойдут займут коечные места. Если у вас коечных мест дефицит, если резерва почти не остается, вы не имеете права это делать, но это делается, это происходит. Почему это может происходить? У меня есть только одно объяснение. Если у вас есть какие-то другие идеи, пишите в комментариях. Объяснение следующее. Власть не готова даже больничные людям давать, ведь они оплачиваются из фонда социального страхования, государственного учреждения. Короче, денег на поддержку экономики и людей не осталось. Поэтому все пускают на самотек. Государство снимает с себя какую-либо ответственность, какую-либо роль за всю эту ситуацию. Основная проблема ковида в регионах. Большой разброс по территориям с неоднородным медицинским обеспечением. Проблема коечного фонда усугубляется по мере масштабирования карты. Так, более чем на 95% истрачены резервы Азова, Шахт, Ростова-на-Дону и других малых городов курортной зоны. Больницы переходят на ускоренный режим лечения и выписывают пациентов значительно раньше. Но все равно статистика растет. Подождите, что значит ускоренный режим лечения? То есть человек недолечился, все еще является распространителем заболевания. Ему говорят, все, ты здоров, иди лечись домой, иди к семье, иди на работу. Слушайте, это как раз подтверждение того, о чем я здесь рассуждал. Они отпускают заразных людей в общество, а потом удивляются, что у нас заболеваемость растет. По нашим оценкам, как мы с вами еще месяц назад прогнозировали, и с этим согласны аналитики Низыгоря, ребята, все начнется сразу после выборов. Новая волна, но я ее прогнозирую, правда, чуть позже, где-то через месяц после выборов, к середине октября, все на вакцинацию, уже не 60%, а 100%, ну и все остальные моменты, которые мы с вами уже обсуждали. Все к этому и идет. Вот оно, очередное подтверждение. По оценкам аналитиков, оперативно исправить проблему невозможно, и дальнейшее расширение ее географии неизбежно. Регионам придется столкнуться с пандемией по-настоящему. Для многих третья волна фактически станет первой, уже сейчас малые города сталкиваются с цифрами, до которых ранее доходило только в единичных региональных столицах. Появление дельты образовало новую переменную в уравнении сдерживания заболеваемости, которая и без того во многих регионах регистрировалась впритык, а для отдельных городов и вовсе не высчитывалась. Стоит учитывать, что такой рост мы наблюдаем в самый жаркий и сухой период года, когда вирус минимально активен. Так что сейчас у нас есть только один шанс на иммунизацию населения до начала простудного сезона, отмечает эксперт, имея в виду, что, конечно, все на вакцинацию. Логика гениальная. Если мы говорим о том, что сейчас у нас в стране бешеными темпами растет заболеваемость, а иммунитет будет формироваться несколько недель, соответственно, те люди, которые сейчас пойдут и сделают себе прививочку, они же подвергнут в свою жизнь и здоровье максимальному риску. Их может заразить кто угодно. Человек, вернувшийся с курорта, человек, которого досрочно выписали из больницы, что угодно может произойти, но нет. Идем и без разговоров используем единственный шанс на иммунизацию населения. Вакцинация, 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 вакцинация. А вот эти цифры заставляют задуматься и очень крепко задуматься. Это официальная табличка из Санкт-Петербурга. Информация о количестве лиц, заболевших COVID-19, после вакцинации по состоянию на 23 июля 2021 года, по данным, представленным технической поддержкой ЕГИ-СЗ. То есть это государственная система учета заболевших, переболевших и так далее. Давайте просто посмотрим. Гамм-ковид-вак привито первым компонентом вакцины 1 178 266 человек. Закончен цикл вакцинации, привитый и первым, и вторым компонентом вакцины 819 768 человек. Кто заболел после первого этапа вакцинации? 6 405 человек. Кто заболел после второго этапа вакцинации? 13 466 человек. Эпивак-корона, значит, привито первым компонентом вакцины 23 943 человека. Закончен цикл, то есть и первый, и второй, 16 с лишним тысяч человек. Кто заболел после одной вакциночки? 351 человек. Кто заболел после двух вакцин? 988 человек. Кови-вак, та самая знаменитая советского образца вакцина, привито первым компонентом 27 тысяч человек. За двумя компонентами привито 24 тысячи человек. Кто заболел после первой прививки? 317 человек. После двух прививок? 218 человек. Друзья, вам не кажется странным, что и после обычного спутника, гамм-кови-2, по-русски называется спутник, и после эпивак-короны, после первого, после одного укола, заболело меньше народа, чем после двух уколов? Нам рассказывают, что два укола, две вакцины — это надёжная защита. А здесь получается почему-то наоборот. После двух уколов заболело 13,5 тысяч спутника. После одного укола заболело 6,5 тысяч человек. А это как понять? После одного укола заболело 6 тысяч, после двух уколов заболело 13 тысяч. Эпивак-корона — то же самое. Заболело 350 человек после одного укола, а после двух уколов заболело почти тысяча человек. Почти в три раза больше. Единственная старая советская вакцина, которую многие считают, фу-фу-фу, Кови-Вак, она скучная, она не такая, как надо. Наоборот, именно после двух уколов заболеваемость меньше. 317 после одного, 218 после двух. Эта табличка вообще-то очень серьезно и вызывает вопросы о том, что на самом деле вообще происходит. То есть мы можем предположить, смотрите, логика, логика. Человек сделал один укол, через 2-4 недели, максимум в течение 2-3-4 недель, человек должен сделать себе второй укол. То есть вот это время, когда он подверг себя только одному уколу, оно, по идее, небольшое. И поэтому статистически могло получиться, что число людей, кто сделал себе две прививки, их много, и из них получается малое число заболевших, а число заболевших после одной вакцины, оно относительно меньше, потому что таких людей статистически меньше. Это логично. Но почему-то с Кови-Ваком ситуация совсем не такая. Почему-то Кови-Вак показывает адекватные результаты, а вот эти новые модные вакцины на векторной технологии «Спутник» и «Эпи-Вак Корона» показывают совершенно другие результаты. Почему? И кто кого дурит? Почему эту информацию я с трудом нахожу в Телеграме, спасибо Михаилу Делягину, который это откопал и выложил, почему ее никто в средствах массовой информации особо не обсуждает? А теперь давайте немножко посчитаем. Вот у нас конкретно «Спутник». Кто в Питере прошел полную вакцинацию? 819 768 человек. Кто заболел после второго этапа вакцинации? 13 406 человек. 13 466 человек. Разделить на 819 768 человек. 1,5% заболело 1,6% от общего числа привитых. А что нам рассказывает госпожа Попова? Сколько там заболеваемость после полной вакцинации «Спутником»? Вы не помните? Давайте вспомним. Анна Юрьевна Попова, как и Михаил Мурашко, рассказали, каковы на самом деле цифры по заболеваемости. После вакцинации вторым компонентом в прошедшие две недели люди с таким статусом заболевают 0,7% случаев. Мы провели расчет по официальным цифрам Санкт-Петербурга. Цифра в 2,5 раза выше. Больше, чем 1,5%. Попова говорит 0,7%. Мы видим 1,6%. Что касается эпивак-короны, 988 человек разделить на 16269 человек. Здесь еще хуже ситуация. Здесь 6% заболевает даже после полной вакцинации. Кови-вак. Здесь, конечно, небольшое число народа привилось, но тем не менее. Давайте глянем. 218 разделить на 24601 полностью привитого. А вот здесь самый низкий показатель. Меньше 1%. 0,9% заболевает после полной прививки, после двойного вакцинирования, кови-ваком. А где Попова берет свои цифры? Почему Попова никак не продвигает наиболее эффективную вакцину? Зачем нам этот спутник, если у нас есть... А, в Советском Союзе делали только галоши. В Советском Союзе отвратительные вакцины. Если кто-то из группы риска, если у кого-то там сахарный диабет, проблемы с сердцем, ну, на вашем месте я бы задумался вот, о чем я говорю уже несколько месяцев. Более-менее вариант это вот этот кови-вак. Но в чем проблема? В том, что вы его нигде не найдете. Вообще нигде вы его не найдете. Его никому не хватает. Вам предлагают спутник. Вам предлагают эпивак, если повезет, а его тоже очень мало. Предлагают в первую очередь спутник, по поводу которого Попова откровенно врет. Кстати говоря, давайте посчитаем, а сколько народу заболевает после вакцинирования только первым укольчиком спутника. Мы, давайте вычтем, миллион сто семьдесят восемь тысяч, вычитаем восемьсот девятнадцать тысяч тех, кто привит обоими компонентами вакцины. Это получается 359 тысяч человек. Значит, после первого укольчика заболело шесть тысяч четыреста. Давайте обнуляем. шесть тысяч четыреста пять человек разделить на триста пятьдесят девять тысяч человек. Это получается то же самое. Больше чем полтора процента. Одна целая восемь десятых процента заболеваемости после вакцинации одной дозы спутника. А теперь внимание. После вакцинации одной дозы спутника, после вакцинации двумя дозами спутника, по данным питерских властей, заболеваемость коронавирусом одинаковая. Проценты получаются одни и те же. Один целых семьдесятых процента, один целых восемьдесятых процента. Друзья, вот почему статистику от нас скрывают. Потому что если мы вдумаемся в цифры, то вопросы не то чтобы возникают, наоборот, здесь как раз ответы возникают. Мы видим, сколько лжи и обмана сейчас вокруг нас есть. Это самая откровенная фальсификация статистики. Это ложь в интересах конкретных фармацевтических компаний. Это глобальная франшиза. Мир научил, российские олигархи подхватили, и они просто на этом зарабатывают. Короткая справка, что происходит в этот момент в мире. В США обязали носить маски всех, даже полностью привитых. Другие страны тоже берут эту тактику на вооружение. И вряд ли Россия станет исключением. Мы попросили прокомментировать ситуацию кандидата медицинских наук Андрея Василькова. Ответ нашего доктора публикуем ниже. 27 июля специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний предписали всем без исключения носить маски в помещениях, в транспорте и на общественных собраниях под открытым небом. Требования касаются также переболевших ковидом и полностью вакцинированных. Усиление защитных мер прокомментировала руководитель ЦК ПЗ профессор Гарвардса школы медицины и доктор медицинских наук Рошель Валенский, ранее занимавшая должность начальника отделения инфекционных заболеваний Массачусетской больницы. Цитата «Мы допускаем неэффективность существующих вакцин от коронавируса типа Дельта. Новые данные говорят о том, что этот вариант сильно отличается от предыдущих и его могут распространять вакцинированные люди». Возникает вопрос, а надо ли нам сейчас вакцинироваться той штукой, которая от распространяющейся сейчас болезни не помогает? Интересный вопрос, правда? Только ведь спутник-то уже производят, на нем же надо зарабатывать, пока всех не уколят, не отвяжутся. Причины усомниться в надежности иммунной прослойки появились на основании неких данных и еще нескольких пока не опубликованных наблюдений. Согласно отчету, за июль 2021 года среди жителей округа Барнсбейл в штате Массачусетс было выявлено 469 случаев COVID-19, причем 74% из них уже прошли полный курс вакцинации как минимум за 14 дней до лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19. Короче говоря, против Дельты вакцины не помогают. Три четверти случаев нет спасения. Ключевый момент отчета. Всплеск заболеваемости произошел после массовых мероприятий, среди них были полностью вакцинированные люди, исследование показало, что привитые продолжали выделять вирусы заражать других, вариант Дельты оказался более заразным. Вакцинация продолжает играть важную роль в сдерживании пандемии, в чем логика, понять невозможно. Короче говоря, в результате прививочная кампания провалилась во многих странах, как и карантинные мероприятия. На текущий момент в России полностью вакцинировано менее 18%. А носить маски наши сограждане так и не научились. Грязные тряпки на лице, синяя борода, сопливый нос наружу, вопли антипрививочников и антимасочников на фоне неуклюжих попыток власти сделать хорошую мину при плохой игре. Так выглядит у нас второе лето пандемии. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях. Мне кажется, уже большинству все давно ясно. Тем не менее, надо держать руку на пульсе. Вместе мы сила, вместе прорвемся, победим. Ставьте лайки, делайте репосты. Берегите свое здоровье, занимайтесь своим иммунитетом, модифицируйте образ жизни, крепче спите, правильно питайтесь, дышите свежим воздухом и приучайте к этому ваших супругов, родителей и детей. До новых встреч. Пока.